МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Мы начинаем второй открытый командный турнир по своей игре. В турнире Пим-6 сильнейшие команды из всех регионов и городов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим мы выходим в новых прекрасных декорациях. Ну что ж, друзья, сегодня в борьбу вступают три команды. Это команда Новосибирска. И за команду Новосибирска сегодня играет Илья Гончуков. Лаборант. АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная Армении. За команду Армении сегодня играет Асмик Горяка, программист из Ереван. АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная Белоруссии. Сборную Белоруссии сегодня представляет Михаил Карпук, юрист из Минска. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые игроки, внимание на наш главный монитор. Там вы увидите все темы нашей сегодняшней игры. Я между тем напомню о том, что спонсор программы компании Эрих Краузе. Эрих Краузе – это качественные канцелярские товары для успешной работы. Эрих Краузе. Важна каждая мелочь. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы начинаем первый раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый раунд из вот и вот всех. Уран. Президенты США. Тигры. Музыкальные инструменты. Красное, белое. И пресс. Асмик, начинайте. Президенты США за 400. Сочиняя свою эпитафию, Томас Джефферсон отмел этот факт, как видно, посчитав его маловажностью. То, что он был президентом США. Совершенно верно, Асмик. Играйте дальше. Тигры за 500. Вам достается вход в мешки. Вы у нас пока лидируете. 400 у вас, у ваших соперников 0. Илья. Илья, играем с вами. Тема в память о битве. Стоимость или 100, или 500. Давайте 500. Давайте. Чугунный обелиск на Красном холме Куликово поле, созданный по проекту Александра Брюлова, и утвержденный Николаем Первым, завершался именно так. Чудом в 1930-х годах памятник уцелел. Чем же венчается эта колонна? Крестом. Вы знаете, я принимаю ваш ответ. Давайте посмотрим. Он венчается церковной луковкой с крестом. Да, именно. Уанза 400. Это наступательная операция трех фронтов советских войск носила кодовое название «Уран». Сталинградская наступательная. Совершенно верно. Тиры 400, пожалуйста. Он родился в районе Кхумбу в Непале. А его автобиография называется «Тигр снегов». Кто это? Норгейт Тенцинг. Который чем замечательным? Покорил Эверест. Медицин в Номхиллере. Совершенно верно. Тигр за 300, пожалуйста. В 2010 году в Петербурге прошел тигриный саммит с участием делегаций 13 стран по числу их. По числу стран, на территории которых обитают тигры. Верно. Тигры 200. Этот подвид тигра самый многочисленный. Зоологи насчитывают до 2000 особей. Индийский. Или бенгальский тигр, да. Уран за 300, пожалуйста. По мнению древних греков, она была Урану и матерью, и супругой. Гея. Дальше. Музыкальные инструменты 300. В позапрошлом веке Калиопа, именно Токган, потрясало не столько слушателей, сколько зрителей. Что же это за орган такой? Паровой. Верно. Тигр за 100, пожалуйста. Сливаясь с ним, тигр образует реку Шат-эля-Раф. Евфрат. Дальше. Уран за 200, пожалуйста. Помимо золота и алмазов, недры этой республики таят больше половины российских запасов урана. Якутия. Якутия Саха. Браво, Ахми. Президента США за 300. Линдон Джонсон обожал дарить электрические зубные щетки. Так, автор этого труда получил от Джонсона аж 12 щеток. Ну, правда, за 10 лет. Какого же труда? Биографии Джонсона. Совершенно верно. Уран за 100, пожалуйста. Еще первый открыватель урана Уильям Гершель предположил, что планета имеет это украшение, увиденное лишь в 20 веке. Кольца. Дальше. Музыкальные инструменты 500. Виолинофон, изобретенный Иоганном Штрохом, разновидность этого инструмента, но для усиления звука используется не корпус, а металлический раструб. Виолин по-английски, насколько я знаю, это скрипка. Совершенно верно. Музыкальные инструменты 200. В симфонической сказке Петя и Волк его тему ведут три волторны. Волк. Вы абсолютно правы, тема волка. Казин из США за 200, пожалуйста. Это любимое животное Гарри Трумэна паслось на лужайке перед Белым домом. Может, коза? Вы абсолютно правы. Пресса за 500. Вам достается октябрь. Ваша ставка. Номинал. 500. Что скажете, Михаил? 700. 700. Самое начало игры, Илья? 1300. Играем с Ильей. Читатели французской газеты «Свеча сапера» от 29 февраля 2012 года узнают ответ на опубликованный кроссворд только в этот день. Быть может, 29 февраля 2016 года? Совершенно верно. Газета выходит раз в 4 года. Президент США за 100, пожалуйста. Этого военачальника времен Второй мировой американцы одобряли еще и за рецепт изысканного овощного супа со стеблями настурции. Дуайт Эйдзенхауэр. Конечно. Нас в Турции здесь ни при чем, а все-таки военачальником времен Второй мировой войны, одновременно президентом был, по-моему, один человек. Красно-белое 300. Вам достается октябрь, и он, Михаил? Вабанг. Вабанг. Илья. Отпускаю. Илья говорит, пас, играем с Михаилом. Картина Казимира Малевича «Живописный реализм крестьянки в двух измерениях» выглядит именно так. Она выглядит как красный квадрат. Красный квадрат на белом фоне, верно? Именно так называется эта картина. Но в некоторых источниках внутренний мир крестьянки в двух измерениях. Дальше. Красно-белое 400. В октябре 2010 года был выпущен седьмой студийный альбом этой молдавской рок-группы. Белое вино, красное вино. Сдоб шиз дуб. Верно. Мне было ужасно интересно, что же означает это, по-моему, молдавское. Оказывается, это имитация звука барабана. По-нашему, трам-парам-пам. Игран Беш. Пресса за 400, пожалуйста. Отрывки из «Тихого дона» первой на Западе опубликовала эта французская газета. Конечно же. Юбаните. Верно. Пресса за 300. Вам настился ход мешки астмы в Белоруссию и в Новосибирск. Белоруссию. Михаил, играем с вами. Небо зовет 100 или 500? 500. 19 октября 1901 года 28-летний бразилец Альберто Сантос Дюмон за полчаса пролетел на этом от парка Сен-Клод до Эйфелевой башни и обратно. Прославился на весь мир и выиграл приз в 100 тысяч франков. На чем же он летал? Я полагаю, на дирижабле. Совершенно верно. Красно-белое 200. По словам заезжего англичанина Флетчера, в конце 16 века москвички, стараясь скрыть это, белятся и румянятся так много, что каждый может заметить. Оспины. Честно говоря, сколько у нас вопрос стоит? 200. Приму я ваш ответ. Скрывали они не только оспины, а скверный цвет лица, любые дефекты кожи. Пресса за 200, пожалуйста. Рисунки юной Наде Рушевой впервые были опубликованы в этом журнале благодаря главному редактору Борису Полевому. Конечно. Журнал «Юность». Играем дальше. Пресса за 100. Альбом, выпущенный к 180-летию этой газеты, поведал о ее зарождении и развитии от Пушкина до наших дней. Литературная газета. Браво. Музыкальные инструменты 100. В марте 1945 года при нападении десанта на тыловой штаб нацистов британский солдат Дэвид Кирпатрик поддерживал атакующих ее звуками. Волынки, я полагаю. Совершенно верно. Штаб находился в Италии и на Волынке он играл, в частности, и для того, чтобы нацисты впоследствии не стали мстить итальянскому местному населению и поняли, кто же на них напал. Играем дальше. Красно-белое 100. Это полосатая карамель, чаще всего обернута в красно-белый фантик. Что не знаете? Раковые шейки. Раковые шейки. Давайте подведем итог нашего первого раунда. Асмек, команда Армении, 1600, Михаил, сборная Белоруссии, 3200 и Илья, команда Новосибирска, 4300. Впереди второй раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Это своя игра, мы в нашей студии, и мы разыграем второй раунд. Компания Эрих Краузе представляет революционную технологию в письме Ультраглайд. Ручки, созданные по этой технологии, пишут столь мягко, что вызывают восторг. Эрих Краузе Ультраглайд. Полный восторг. Темы нашего второго раунда. Художники. Что-то с чем-то. Надо, Федя. Вопросы от... Дело в шляпе и о-го. По многодушным понятным, что в ответе должно быть обязательно такое сочетание букв о-го. Асмек, начинайте. Ого, заточа. И вам тут же достается к отмешке... Михаилу. Спасибо. Михаил, тема овощи, фрукты. Стоимость в этом раунде или 200, или 1000? 200. Играем. Джим Брайсон из Онтарио и его 12-летняя дочь Келси растили именно это вместе. Плод семейных трудов потянул на 824 килограмма без малого. И что же это по-вашему? Такая большая может быть тыква. Вы абсолютно правы. Это тыква. Михаил, играйте. Ого, 600. В этом романе Юрия Германа прототипом доктора Устеменко стал главврач городской больницы Сестроецка Николай Слупский. Казус Кукотского. Казус Кукотского это произведение не Германа, а Улицкой. Это роман «Дорогой мой человек». Ого, 800. В этой экранизации Шекспира Киану Рив сыграл Дона Хуана и за праведный труд едва не получил золотую малину. Тема у нас Ого, вы помните? Произведение Шекспира. Много шума из ничего. Верно. Много. Дальше. Дело в шляпе, 800. Асмик, визи, вот вам вновь достается кот в мешке. Илья. Илья, тема хорошая творчество. На 200. Объемлющая тема. Стоимость или 200 или 1000? 200. По преданию, работая над Дантовым Адом, Уильям Блейк так увлекся, что истратил последний в доме шиллинг именно на это. На портрете Блейка в Национальной галерее этот предмет тоже запечатлен. Свеча? Нет. Работая над Дантовым Адом, известны его рисунки, всевозможные заметки на полях, он извел последний карандаш. Играем дальше. Надо, Федя, за 1000, пожалуйста. Солист отказался петь накануне спектакля, и антрепренер предложил 17-летнему хористу Феде Шаляпину спеть стольника в этой опере «Манюшка». Название оперы «Манюшка». Галька. Вы абсолютно правы. Самое парадоксальное, что роль стольника предназначена для баса, и, как правило, бас по сюжетной линии, это самый старший персонаж, да, 17-летний Шаляпин, пел отца главной героини. Играем дальше. Художники Шотт. 10 февраля 1802 года Вильям Тернер стал самым молодым художником, удостоенным этого звания. А вот в «Рыцаре» живописца так и не посвятили. Кем же он стал самым молодым? Я полагаю, что он стал академиком. Академиком британской академии художников. Дальше. Художники 800. В молодости Иван Крамской работал в лучших фотографических отелье Петербурга, занимаясь именно этой работой. Ретушированием. Ретушировал фотографии, верно. Что-то с чем-то за тысячу. Прекрасно. Сразу же алкоголь. Вабанг. Вабанг. Илья. Пас. Пас. Михаил. Пас. Играем с «Асмек». Асмек, ну действительно, чтобы вы поняли, да? Макароны с котлетами, например, да? Что с чем-то, да? С 18 века Шварцвальд славился этими домашними приборами на всю Европу. Тарелки с цветочками. Частная версия. Частную версию дайте, Илья, пожалуйста. Часы с кукушкой. Часы с кукушкой, совершенно верно. Очень жаль, Асмек. Играйте, пожалуйста. Вопросы от за тысячу. Добрый день. Я Шумакевич Александр Федорович, капитан второго ранга запаса. Уважаемые игроки, я хотел бы задать вам несколько вопросов. На 72-й день плавания, вперед смотрящий, Родригес де Триан прокричал это слово и в навеки вошел в историю. Какое это слово? Земля. Верно. Вопросы от капитана второго ранга за 800. Петр Первый в 1716 году ввел это звание для присвоения выпускникам морской академии. Это звание просуществовало 201 год. Какое это звание? Асмек. Гардемарина. Гардемарин. Верно. Вопросы от капитана второго ранга за 600. Моряки, обогнувши мыс Горн, носили этот предмет. Этот предмет оберегал от травматизма и ослабления зрения. Серьга в ухе. В правом. И желательно золотая. Играем дальше. Вопросы от капитана второго ранга за 400. На мачте флагманского корабля Гарацио Нельсона был прибит этот предмет. И Виктория сопутствовала удача. Что это за предмет? Вопросы от капитана второго ранга за 200. Его традиционные отличия Дудко. Кто он? Боцман. Продолжим. Художники за 200, пожалуйста. В 1914 году 44-летнему Анри Матису отказали в этой просьбе. Здоровье подвело. Оступить в армию добровольца. Верно. Художники за 1000. В 42 года он стал народным художником СССР. Позже близ Кремля открылся его персональный музей, а награды премии не с честью. Илья Глазунов. Нет. Но если не Глазунов, то... Шилов. Играем дальше. Надо еще идти за 800. Этот завотделом «Ничего» потребовал с Крестобаля Хунты бутылку Амантильяда из столетских запасов запереманенного лаборанта. Киврин. Федор Симеонович Киврин. Речь идет о произведении Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Что-то с чем-то за 800. Роберт Зимекис боялся, что в Колумбии взаправду могут похитить кого-то из киногруппы. И снимал этот фильм в Мексике. Может, роман с камнем? Роман с камнем. Совершенно верно. И сюжету, и сестру главной героиней действительно в Колумбии похищают. Художники 400. Эту картину Жан-Луи Давид вручил конвенту со словами «Народ призвал, Давид, схвати свои кисти и отомсти. Я выполнил волю народа». Что за картина? Смерть Марата. Вы абсолютно правы. Ого 400. Название этого африканского государства переводится с языка «эве» как «земля, лежащая за лагунами». Того. Того. Верно. Что-то с чем-то 400. В Голландии такой кофе называют неправильным. Кофе феркер. Кофе с молоком. Верно. Дело в шляпе за 600. Для визита к профессору Хиггинсу она надела шляпу с тремя страусовыми перьями. Оранжевым, небесным, голубым и красным. Элиза Дулитл. Элиза Дулитл, Бернар Шоу, Пигмалион. Дальше. Надо офицерить за 600, пожалуйста. Аукцион. Ваша штабка. 1300. 1300. Михаил, поторгуемся? Конечно. 1500. Илья. 2200. 2200. Пас. Пас. Играем с Ильей за 200. Бояре, дорогой мой Илья, требовали от царя Федора Иоанновича развода с любимой женой Ириной, обосновывая свои требования именно этим. Может быть, они не состояли в родстве? Нет, на самом деле, бояре требовали развода в связи с тем, что супруга Федора Иоанновича была бесплодна. Логично. Нужен был наследник. Играем дальше. Дево в шляпе за 400. Отбираясь на Евровидение, этот коллектив исполнил песню «Длинная-длинная береста» и «Как сделать из неё» айшон, то есть национальный головной убор. Буанские бабушки. Верно. Надо Федя за 400. В этом фильме юный актёр Федя Стуков по воле режиссёра сыграл девочку Иришку. Родня. В фильме «Родня» Никита Михалкова. Верно. Что-то с чем-то за 200. При виде сидеющего брюнета вспоминаются эти спеты. Перец с солью. Верно. Дево в шляпе за 200, пожалуйста. Красная квадратная берета, появившаяся в 15 веке и ныне главный символ их облачи. Кардиналов. Михаил. Кардиналов. Верно. Надо Федя 200. Слово царя твёрже сухаря. Пошлёт на медведя, пойдёшь на медведя, а куда деваться? Надо Федя. Автор стихов. Автор сказки. Леонид Филатов. Леонид Филатов. Ого за 200. В письме к жене Пушкин объявил летний сад своим этим. Что бы ого в ответе? Огород. Своим огородом. Верно. Ну что ж, пойдём итог. АСМЕК. Команда Армении. Илья. Команда Новосибирска. 4 700. Михаил. Команда Белоруссии. 6 800. Впереди третий раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Своя игра, мы в студии, и мы разыгрываем третий раунд. Компания Эйкрауза представляет революционную технологию в письме Ультраглайд. Ручки, созданные по этой технологии, пишут так мягко, что вызывают восторг. Эйкрауза Ультраглайд. АПЛОДИСМЕНТЫ Темы третьего раунда. Геральдика. Вот так кино. Находки. Пирамиды. Деревья. И автора. Как я люблю тему автора. Прошу вас, Асмель. Автора за 900. Дон Кихот. Гамлет. Король Лир. Ну неужели Шекспир? Нет, конечно. Дон Кихот и Шекспир. При чем здесь? О ком же речь все-таки? О режиссере. Так, давайте вспомним, как звали этого режиссера. Бывает такое, бывает. Болотозов. Нет, к сожалению. Михаил, не будет версии? Нет. Козинцев. Козинцев. Асмель, не расстраивайся. Автора за 1200. Дон Кихот. Боядерка. Золотая рыбка. Минкус. Минкус. Композитор Минкуша. Все это балеты. Браво. Асмель. Автора за 600. Дон Кихот. Прачка. Мельник, его сын и осел. Не узнаем? Пикассо. Да вы что. Он и рядом е. Играем дальше. Автора за 1500. Дон Кихот, Вертер, Манон. Манон. Пучини. Нет. Вы вчера говорили, что это... Действительно угадано правильно. Это действительно опера. Но это опера Жюля Масне. Автора 300. Дон Кихот, Бек, Иван Васильевич. Булгаков. Совершенно верно. Дон Кихот в данной ситуации это либретто непоставленной оперы. Геральдика за 1500. Вам тут же достается аукцион. Ставка. 1600. 1600. Михаил. Не возражаю. Не возражаете? Сейчас будете жалеть. Илья, в 1953 году этот новозеландец удостоился герба с тибетскими молитвенными барабанами и белоснежными горными пиками. Уже упоминавшись сегодня о Эдмунд Хиллари. Эдмунд Хиллари. Совершенно верно. Первый покоритель Эвереста стал рыцаром Британской империи. Играем дальше. Геральдика за 1200, пожалуйста. На гербе сахалинского поселка Ноглики лист папоротника означает богатую растительность, рыба, рыболовство, капли именно это. Нефть. Верно. АПЛОДИСМЕНТЫ Пирамиды за 1200. В этой столице сэр Норман Фостер создал пирамиду мира специально для проведения конгресса лидеров мировых и традиционных религий. Столица явно азиатская. Австана. Браво! Где же только сэр Норман Фостер не отметил? Деревья 1500. Иван Ковтуненко разработал метод выращивания саженцев этой ели из североамериканских семян и получил сталинскую премию. Голубая ель. Верно. Находки 1500. Вот в мешке вам достается астрах. 2900 у вас, 6900 у Ильи, 6800 у Михаила. Кому отдают? Михаилу. Спасибо. Михаилу. Тема Льюис Кэрролл. Стоимость или 300, или полторы тысячи. 1500. Маленькие англичане. И на самом деле содержали домашних сонь в этих предметах, заполненных сеном. Туда-то мартовский заяц и шляпник соню и запихивают. В чайник. Вы абсолютно правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Геральдика 900. В основу герба Ивенкийского района Красноярского края положено изображение этого инструмента. Может, варгана? Нет. Там изображен шаманский бубен. Дальше. Геральдика 600. Эти цветы на гербе королей Ангели вплоть до 1801 года означали притязание на французское королевство. Лили. Верно. Наход газа 1200, пожалуйста. Подзабытая опера Гайдена «Нежданная встреча» была поставлена на сцене Камерного музыкального театра благодаря этой находке в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Что нашли? Ноты этой оперы. Партитуру, да. Верно. Деревья 1200. Сильный дождь во время прогулки загнал Людовика XIV эту фрейлину под дуб. «Дуб от дождя не спас, но роман начался». Луиза де Лавальер. Луиза де Лавальер. Абсолютно верно. Вот таки, да. 1200. Из поэтов больше всех фильмов снято у Байроне. Из композиторов о Ференсе Листе. Из ученых об этом австрийце. Кажется, австрийцем был Эйнштейн. Нет. Зигмунд Фрейд. Браво. Вот таки, на 900. В 1954 году он получил сразу 4 Оскара за 4 разных фильма. Мультипликационный, короткометражный и 2 документальных. Кто же это мог сделать? Дисней. Уолт Дисней, да. Находки 900. Аукцион. Михаил, ваша ста. 2000. 2000. Что скажете Асме? Бабанг. Бабанг, говорит Асме. Пас. Илья. Пас. Михаил. Пас. Играем с Асмек. К столетию Бородинского сражения по империи разослали циркуляр с предписанием найти именно их. Тех участников Бородинской битвы, которые еще живы. Совершенно верно. АПЛОДИСМЕНТЫ И знаете, нашли одного человека в Тобольской губернии, и было ему на тот момент 117 лет. Браво, Асмек. Вы лидируете, играйте. Деревья 900. Ее привезли издалека в края, где шумят ковыли. Как долго она привыкала к огню Волгоградской земли. Воспевала ее Людмила Зыкина. Так, то рискнем, что это береза. Верно. АПЛОДИСМЕНТЫ ПИРАМИДЫ 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 Если основанием пирамиды является правильный многоугольник, а вершина проецируется в центр основания, то пирамида является именно такой... Правильной. Дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так кино за 600. В этом качестве Кинг Видор проработал ни много ни мало 67 лет. КИРАМИДЫ 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 ПИРАМИДЫ 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 Поразительно совершенно, но человек в течение такого времени снимал кино, он режиссером был. ДЕРЕВЬ 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 Что это напоминает? Малину. ДЕРЕВЬ 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 По-моему, значительно больше напоминает клубнику. Второе название – клубничное дерево. ДЕРЕВЬ Находки за 600. ДЕРЕВЬ Недавно ученые обнаружили в Африке гигантские подземные запасы этого полезного ископаемого. Особенно в Ливии, Алжирии и Чаде. ДЕРЕВЬ Пресная вода. ДЕРЕВЬ ПИРАМИДЫ 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 С этим сооружением не сошлась взглядами египтская пирамида в одноименной поэме Евгения Евтушенко. Братская ГЭС. Верно. МОТОКИНО КИНО Такую роль сыграли ФТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ, ФИЛЬДЕЛЬ КАСТРА, Владимир Жириновский. Совершенно верно. Находки за 300. Помимо двухсот тысяч рублей в бумажнике находилось это. И саратовский школьник Ваня Соков вернул находку владельцу. ПАСПОРТ НЕТ ВИЗИТКА С АДРЕСОМ И ТЕЛЕФОНОМ ПОТЕЛЯВШЕГО. ПИРАМИДЫ 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 Поселок Пирамида на западном Шпицбергене, где жили эти трудяги, ныне стал городом-призраком. ШАХТЁРЫ Совершенно верно. Российские шахтеры, однако же запасы угля истощились. ДЕРЕВЬИЗА ТРИСТА Вождя племени Чироки переименовали в Джорджа Гесса, а это его индийское имя дали дереву. ДЕРЕВУ 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 Ну, кто же первый? АСМЕК СИКВОЕ Совершенно верно. ДЕРЕВУ Ну что ж, подведем итог третьего раунда. Вот так вот у нас Илья. Команда Новосибирска. 7500. Михаил. Сборная Белоруссии. 8000. АСМЕК. Сборная Армении. 13300. Впереди финальный раунд. Это своя игра, и мы разыгрываем финальный раунд. Хотелось бы напомнить о том, что тот игрок, который занимает в нашей игре второе место, получает от компании Эрих Краузе коллекцию ручек Ультраглайд. Ручки, созданные по этой технологии, пишут столь легко и мягко, что вызывают восторг. Эрих Краузе Ультраглайд. Полный восторг. Вот семь возможностей нашего финального раунда. Нужно выбрать одну. Будьте любезны, Илья. Одну из тем долой. Поем романса. Спасибо. Михаил. Умода-мода. Асмик. Мошенники. Илья. Человек-компьютер. Михаил. Африка. Асмик. Изобретатели. Играем тему меценаты. Уважаемые игроки, делайте, пожалуйста, ваши ставки. Я меж тем напомню о том, что компания Эрих Краузе представляет революционную технологию в письме Ультраглайд. Ручки, созданные по этой технологии, пишут столь мягко, что вызывают восторг. Эрих Краузе Ультраглайд. Полный. Ну что же, ставки сделаны, и я предлагаю вопрос. Ежегодно этот меценат выделял 20 тысяч рублей. За 35 лет ученые получили 55 полных премий по 5 тысяч рублей и 220 половинных. Не так давно в Екатеринбурге традицию возобновили. Время. Субтитры подогнал «Симон» Ну что же, давайте же узнаем, что ответили наши игроки. Время истекло. Вопрос, по-моему, несложный. Меценат, Урал, Сибирь, и все понятно. Илья, ваш ответ. Демидов, совершенно верно. Недавно в Екатеринбурге была взобновлена Демидовская премия. Ставка. 5500. Спасибо, Илья. 13 тысяч на счету у Ильи. Ответ Михаила. Демидов. Правильный ответ, конечно же, правильный ответ. Ставка Михаила. 2100. 10 тысяч 100 у Михаила. Вот теперь ответ «Асмик». Мамонтов. Вот цена. Неверный ответ. Ставка. 3300. Это означает только одно. Что Илья Гончуков, лаборант из Новосибирска, побеждает в нашей сегодняшней игре. Ну что ж, Илья, примите, пожалуйста, поздравления. Михаил, большое спасибо. Асмик, не расстраивайтесь. Вы просто блистательно играете. В нашей следующей игре вновь продолжат борьбу команды Новосибирска, Армении и Белоруссии. Огромное вам спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ